Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о важных мероприятиях по санации виноградников в период после уборки урожая. Виноград является в Европе, в европейской части нашей планеты, весьма болеющей сельскохозяйственной культурой. Это связано с двумя основными болезнями, конечно же, аидиум и милдиум, настоящая и ложная мучнистая роса. Кроме этого, виноград атакуется множеством других болезней, это и серые огнили, фузариоз и многие-многие другие проблемы. Но все-таки вот эти две являются основными. Если с настоящей мучнистой росой можно еще как-то справляться, еще какой-то упын на нее есть, медь содержащие препараты, препараты серы весьма популярны, то там ПФК Лерос, тот же коллоидная серотиавиджет, то что касается ложной мучнистой росы, то здесь, конечно, придется всегда пободаться. Почему? Потому что это не совсем грипп, это особый организм, который достаточно плохо поддается лечению с помощью химически синтезированных средств. По сути, большинство средств, которые направлены на борьбу с ложной мучнистой росой, являются такими средствами для профилактики. Они не обладают лечащим действием, они в большей степени позволяют профилактировать, либо же улучшить иммунитет растений. В то же время профилактические мероприятия, связанные с нормальным воздушным режимом, с хорошей обрезкой, с открытием кистей, то есть удалением листьев лишних, являются тоже очень важными для сдерживания этих заболеваний. Одного и второго обеих рос. А огромное-огромное значение в профилактике лечения заболеваний мучнистой росы, ложной мучнистой росы, получают биопрепараты. Биопрепараты в первую очередь на основе триходермы в осенний период. Почему именно триходерма в осенний период? Существуют сотни публикаций, научных публикаций, научно-практических публикаций, показывающих и доказывающих эффективность триходермы, грибов рода триходермы, в отношении этих возбудителей заболеваний. Осенью значение триходермы увеличивается во много раз. Почему? Потому что именно триходерма может паразитировать на этих грибах, которые вызывают и псевдогрибах эти заболевания, и таким образом у них уничтожать как непосредственно на листьях, так и на частичках листвы, которая опала. Это вот второе обстоятельство заставляет нас применять триходерму в большом количестве, в том числе на виноградниках, опрыскивая как саму лозу во время роста кистей, и после снятия кистей, и очень важно после снятия кистей, после проведения санационных обработок, а санационная обработка номер один, как показывает практика, это гипохлорид. Вот гипохлоридом, растворами гипохлорида у нас есть ролик, посмотрите, аналогичным образом можно проводить санацию винограда, точно так же, как моете теплицу. Точно так же по лозе винограда, прям по этим больным листьям, по всему-всему обрабатываете гипохлоридом. Через неделю после обработки гипохлоридом, непременно надо заселить конкурентную микрофлору. Вне зависимости от температуры, вы должны использовать обязательно триходерму. Это просто средство номер один для уничтожения этих болезней, для санации, биосанации ваших виноградников. У стриходерма есть одна лишь единственная проблема, и эта проблема найти качественный препарат. С качественными препаратами целая беда. Это вообще беда на рынке биопрепаратов, что в России, что в сопредельных странах. Это просто целая проблема. Ну, конечно, Россия является важным источником для нас, для белорусов тоже производства множества препаратов, что далеко не все производятся в Беларуси. Но, к счастью, на рынке препаратов для защиты растений появился один препарат. Это триходерма. Не одна триходерма. Это целый комплекс изолятов триходермы, которые направлены как раз на борьбу с наиболее распространенными заболеваниями, в том числе и винограда. Называется он «Друг садовода и огородника». Вы можете использовать этот препарат в количестве 2-3 столовые ложки, выболтать его как следует в 10 литрах воды и опрыскать весь ваш виноградник. Очень-очень обиделенно. Кроме того, необходимо опрыскать также почву, субстрат под вашим виноградником этим раствором. Это будет самое лучшее решение. Кроме того, 1 столовая ложечка на квадратный метр посадок является абсолютно санационной дозой, которая уничтожит, там вообще просто просанирует, уничтожит там всевозможную инфекцию. Другое дело, что столовая ложка на квадратный метр под растениями винограда, это достаточно, ну как вам сказать, достаточно расточительно, если применять какой бы то ни было препарат. То есть многие жалуются, что препараты не очень эффективны, тем самым, ну как бы понижая значение биологических средств защиты, ну просто потому, что их надо использовать много, в больших дозах. Поэтому, с учетом того, что из вот этого препарата, друг садовода и огородника, не высевается ничего больше, кроме триходермы. Количество триходермы здесь колоссальное. Если взять сравнимое количество, например, там таблеток для кладина, вот этих упаковок, где 100 таблеток, так вот здесь, вот одна упаковка, вот этих 100 таблеток, это, ну, меньше половины чайной ложки того, что содержится здесь. То есть там чайная ложка, даже пол чайной ложки вот этого препарата заменит вам 3-4, а то и 5 упаковок по 100 таблеток того же глиоклодина. То есть концентрация здесь бешеная, просто бешеная. Именно поэтому я рекомендую вам использовать этот препарат в качестве закваски. В закваске, если вы умеете делать вот триходерму в домашних условиях, научились ее выращивать на трубях, на зерне, там, в жидкой фазе, на чем угодно, то в этом случае вы вполне можете использовать вот этот препарат в качестве закваски. Пользуйтесь триходермой. В жидкой фазе нарастили, 1 к 100 разбавили, прошлись по винограднику, по почве. Вот такой вот препарат получили. 2-3 столовые ложки выболтали в 10 литрах, прошлись по винограднику, по почве. Нарастили много-много-много этой триходермы, значит, столовую ложечку взяли на квадратный метр с песком можно смешать и тоненько-тоненько-тоненько рассыпали по вашему винограднику. И тогда вы просто будете наслаждаться своим виноградом, не имея вот этих траблов, вот этих проблем с этими опасными заболеваниями. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Прислушайтесь к этому совету. Обязательно его используйте в осенний период. Используйте, конечно, любые другие препараты, но только в том случае, если они являются пригодными для наращивания триходермы, и вы можете нарастить из них триходерму. Невозможность достать действительно качественные препараты иногда нас приводит к отчаянью, но не отчаивайтесь, наконец есть препарат, из которого кроме триходермы ничего не высевается. На этом я действительно прощаюсь с вами. До новых встреч!